МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. В первый раз в новый класс. В Ядрине открылась новая начальная школа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чебоксары – город твоих побед. В День города в столице открылись 13 праздничных площадок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивное правительство. В Канаше прошел летний этап спартакиады госслужащих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 56 миллиардов 330 миллионов рублей составит республиканский бюджет на 2019 год. Сегодня Кабинет министров рассмотрел третий в этом году уточнение главного финансового документа. Бюджет увеличился на 830 миллионов рублей, 202 из которых – федеральные средства. Остальная сумма – за счет роста собственных доходов. Увеличиваются акцизы на нефтепродукты и крепкий алкоголь. Растут плановые назначения на доходы физических лиц. Это связано с увеличением роста номинальной начисленной зарплаты. Годовое поступление НДФЛ оценивается в объеме не менее 9,8 миллиардов рублей. С ростом к уровню прошлого года на 5,5%. Если говорить о расходах, то они после уточнения составят 56,5 миллиардов рублей. Больше, чем в прошлом году, на 17%. Основная сумма увеличения – 448 миллионов рублей – приходится на развитие образования. 215 на здравоохранение, 131 на развитие физкультуры и спорта. На эти деньги строят 17 детских садов, поликлинику в Чебоксарах, реконструируют дороги, модернизируют отрасль ЖКХ. Часть средств направят на капремонт учреждений, покупку оборудования и многое другое. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевска, Андрей Шоклев, Республика. В индустриальном парке Чебоксар дали старт очередному инвестиционному проекту. Здесь открылся завод по производству турбокомпрессоров. Подробности в следующем материале. Открыть новый завод инвесторы могли и в свободной экономической зоне Алабуга и в Москве. Но наиболее выгодные условия работы предпринимателям предложили в Чебоксарах. Дорогу и коммуникации к цехам подвели за счет бюджета. Все то, что мы делали, строили, это реинвестирование собственных средств. Здесь нет ни копейки финансирования государственного. Или какого-то инвестора. То есть соинвесторы сделали, рефинансировали, вкладывали свои деньги. Благодаря многим из вас, с которыми мы работаем, это все оказалось возможно. Очень важно, что у нас полный цикл производства. То есть у нас свое чугунно-литейное производство. Ну и в этом году вот часть, пока только часть открываем. Мы просто хотим показать вам, как динамично мы двигаемся, как мы идем вперед. Среди заказчиков завода крупнейшие производители легковых и грузовых машин. Спрос на турбокомпрессоры большой. Мы сразу даем конструкторам разработку турбокомпрессора, и мы его изготавливаем. Вначале изготавливаем средний корпус, то есть первоначальный, а последний корпус. А потом уже начинаем изготавливать турбину, если есть спрос на турбину. Инвесторам в республике дают зеленый свет, отметил председатель правительства Иван Моторин. Это третья площадка, которая открывается здесь. Поэтому хочу пожелать хорошей работы, хороших партнеров, развивать бизнес здесь, на Чувашской земле. А мы в лице правительства, в министерстве экономики будем всячески помогать вам. На очереди еще семь резидентов. Так в индустриальном парке должно быть создано более 600 новых рабочих мест. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Вилеев, Республика. К новому учебному году готовы школы и детсады 12 районов и городов Чувашии. В остальных исправляют замечания надзорных органов. В целом по республике 423 школы должны открыть двери 1 сентября. Цифры сегодня озвучили на еженедельном совещании в Доме правительства. Специалисты МВД, МЧС, Роспотребнадзора и ГИБДД проверяли образовательные учреждения с 22 июля по 15 августа. Большинство школ республики 98% капитально отремонтированы. Где-то еще ведутся работы, в том числе и по устранению замечаний от приемочной комиссии. Допустим, в Рома-Пасадской гимназии в прошлом году принято. В этом году пишет Госспортнадзор, что не обеспечен доступ пожарных машин по кругу. Из-за этого... Это вот новые, да? Да, вот гимназии. Новые реконструкции. Вот такие вещи. Вот таких как раз у нас 29 замечаний. Но есть, конечно, там из них 7 учреждений, где завершается вот реконструкция по федеральным средствам спортзалов. Я думаю, они на этой неделе завершают. Из-за этого только все. То есть все школы у нас в первом сентябре? Естественно, все школы. 1 сентября откроют двери. Праздник состоится у нас 2 сентября, День знаний. Все образовательные учреждения. К наступлению осени и, соответственно, отопительному сезону готовятся жилищно-коммунальные службы республики. Обеспечивать теплом жилые дома и учреждения Чувашия будет почти тысяча котельных. Из них в полной готовности более половины. Пять новых плочно-модульных котельных строят в Шумерле и Козловке. Еще одну планируют в этом году возвести в Канаше. Однако подрядчик определится только 23 августа. Не доработали, признаем это. То есть с администрацией Канаша сегодня проведена дополнительная работа в плане этого, что благовременно нужно такие вопросы решать, потому что затянули с разработкой проектно-сметной документации. Впредь, я думаю, что эти работы будут под более жестким контролем. Здесь, если у вас контракт 23-го будет заключен, то раньше декабря вы не сдадите. Будут проблемы уже. К отопительному сезону, Борис, ставим задачу. Подготовка к осенне-зимнему сезону должна быть завершена не позднее. 15 ноября. Такой срок установлен Минэнерго России. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Аварий в Чебоксарах по вине водителей пассажирского транспорта стало меньше. Это по сравнению с прошлым годом. Однако нельзя сказать, что их число сошло на нет. Чаще всего водители общественного транспорта превышают скоростной режим или правила посадки и высадки пассажиров. 40 нарушителей привлекли к ответственности за этот год. Это только по итогам выездных проверок на дорогах администрации Чебоксар совместно с сотрудниками ГИБДД. Нарушения фиксирует и система «Безопасный город». На основании представленных в виде материалов отделом ГИБДД по городу Чебоксары 156 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил посадки и высадки на остановочных пунктах и с несоблюдением правил остановки или стоянки транспортных средств на пешеходном переходе. Система ГЛОНАСС анализирует выполнение рейсов и регулярность движения общественного транспорта. Кроме этого, она передает данные о скоростном режиме. Но так как система не является измерительной, привлечь к ответственности водителей не могут. Зато видна картина – кто и сколько нарушает. За июль месяц в среднем на одно транспортное средство на 33 маршруте было 19 нарушений скоростного режима. То есть мы фиксируем скорость выше 82 км в час на территории города. 45 маршрут – 33. В среднем нарушения на одно транспортное средство зафиксировано на данном маршруте. 46 маршрут – 19 нарушений. 47 – 21 нарушения. 47 маршрут – 21 нарушение. В Чебоксарах дали старт праздничной программе, посвященной 550-летию столицы. В эти выходные праздник пришел почти в каждый двор. И главными его участниками стали сами жители. Одна из площадок празднования 550-летия столицы рядом с Домом культуры «Салют», что в юго-западном районе. История любимого города в памятниках архитектуры, старинных зданиях, современных арт-объектах. Это мать, покровительница, это театр, это музей. На каждой площадке сотни участников праздника. И у каждого своя духовная связь с городом. Татьяна Глуходед не один десяток лет отдала творчеству. Но потому, как преобразился город, я сужу по родному дворцу культуры «Салют». Вы видите сегодня, как преобразился, как праздничная шкатулочка он сегодня выглядит. Изменения коснулись почти каждого микрорайона, улицы, двора. Чебоксарцы активно в этом участвуют. А теперь у нас огромный парк, маутинбайк, всякие велосипедные дорожки. Московская набережная, где был проведен чемпионат мира по акватлону. Не говоря уже о дорогах, о тротуарах, которые в этом году стали делать. Этот парк на 500 лет моложе города. Заложенный в 1969 году, он два года назад изменил статус. Но современный этнокомплекс Амазонию многие жители по-прежнему называют парком 500-летия столицы. Здесь подвели итоги конкурса, караоке-проекта, а у нас во дворе. Действительно, мы не ожидали, что так будут вовлечены наши горожане. Среднее количество участников на данном мероприятии было от 15 до 20 человек. И сегодня мы как раз их услышали, их участие. И действительно был уникальный проект, и жители его поддержали. И думаю, что в следующие годы он тоже будет этот проект работать и приумножать. Будет доброй традицией. Этот праздник с особым чувством встречают те, кто много вложил в развитие города. Довольно-таки большая дата. Чебоксары достойны того, чтобы этот праздник прошел как следует. Я всех чебоксарцев поздравляю с 550-летним городом Чебоксар. И хочу, чтобы мы были не только чебоксары нас достойны, но и мы были все вместе достойны Чебоксар. Хочу поздравить всех горожан с праздником. Особенно жителей микрорайона Волжской Тре, где я с 2006 года с первых домов принимала в эксплуатацию эти дома. И 35 домов последних уже до полного формирования нашего микрорайона. И, конечно, оценили масштаб праздника самые главные гости, которые этот день ждали с нетерпением. Жители города Чебоксары. Выступление очень хорошее. Очень хорошее, занимательные игры с детьми проводились везде. Поконавилось. Шикарно, отличная подготовка к деткам. Все просто задействованы. Все отлично. На этом праздник не заканчивается. Поздравления столица будет принимать всю неделю. С праздником Чебоксары! Ура! Ольга Алексеева, Валерий Рядюков, Республика. День города. Выходные отметили и в Ядрине. Главным подарком для жителей стало открытие начальной школы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Торжественный момент. Звучат фанфары, в небо взмывают шары. Новую школу в городе Ядрин возвели буквально за год. Теперь дети в предвкушении начала учебной поры. Все, вложили деньги там, чтобы мы могли учиться спокойно. Я соскучилась по школе. И хотелось увидеть новую школу. Как там все, сколько там денег вложили, как она внутри и снаружи. Хотелось, чтобы все ученики учились на отлично. Тем, кто скучает по урокам, придется немного потерпеть. В этом году начало учебного года из-за выходных переносится на 2 сентября. Открытие школы для ребят – репетиция дня знаний. Вот и задание на дом – написать сочинение о своих заветных мечтах. Я желаю себе, чтобы в этом учебном году я был отличником и не болел. Мечты сбываются, говорят и преподаватели. С открытием новой школы в городе полностью решится проблема второй смены. Двухсменка – это значит, дети уходят уже, особенно зимой, в темноте домой. Родители волнуются, переживают, потому что не все могут встречать. Но эта школа, конечно, замечательная, прекрасная, очень уютная. Школа, она появилась, потому что есть дети. Вторая смена уже здесь назрела в городе Ядерное. И вот новая школа появилась благодаря нашим мамам, нашим родителям. Им спасибо огромное. Ну а детям я хочу пожелать, чтобы они хорошо учились. На строительство школы направили порядка 150 миллионов рублей. Все учебные кабинеты оснащены по последнему слову техники. В этом году за парты здесь сядут более 300 ребят. Будущие первоклассники обучаются здесь же. Детский сад в городе Ядерин был открыт три года назад. И уже тогда появилась идея возвести напротив новую школу. Председатель правительства республики отметил, что строительство и реконструкция школ для региона – приоритет. Данная школа построена в рамках указа президента Российской Федерации номер 204 по ликвидации второй смены в учебных заведениях. Поэтому я надеюсь, что это не последняя школа в городе Ядерин. Проектируйте, заявляйтесь, участвуйте. Ядерин успешно участвует и в других федеральных программах. Иван Моторин отметил, что у города большой потенциал. Сегодня в облике Ядрина гармонично сочетаются традиции и современность. Здесь явственно ощущается атмосфера созидания. Строятся дороги, жилье, формируются современные инфраструктуры. Под аккомпадемент барабанщиц по центральным улицам прошли работники предприятий. Лучшим из лучших вручили госнаграды за многолетний труд. Так в Ядрине отметили 429-ю годовщину города. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Золото тюрков. В Чебоксарах проходит Всероссийский молодежный форум. Масштабная образовательная площадка собрала 160 молодых людей из 14 регионов России. Участники 4-го всероссийского форума тюркской молодежи. Золото тюркской молодежи. Эксперты в сфере бизнеса и культуры, работающие в тюркоязычной среде, готовы обсудить самые актуальные вопросы межнациональных отношений, волнующих молодежь. Для Дениса Арчанова родной язык алтайский. Он приехал на форум, чтобы узнать, как в других регионах сохраняют национальные традиции и обычаи. Культивирует родные языки. У Дениса своя точка зрения на этот счет. Лично для меня это очень важно, чтобы мы одна большая семья. И поделиться всеми знаниями, культурами, обычными традициями. Слова меня писать просто. Моя специальность это родной язык, китайский язык. Я учусь, вочу именно китайский язык. И дать определить границу между тюркской культурой и китайской. Потому что большинство людей, которых я встречаю, и на середине доктора наук, люди, которые к нам приезжают, они говорят, что нет, возможно, что вот у алтайцев взяли от китайцев или что-то еще. И вот до сих пор это спорят самые люди. Я думаю, если найдется вот такой специалист, который поможет вот эти два разных культуры, дать их ограничения между ними. Шувашия – многонациональная республика. Здесь дружно живут представители 128 национальностей, 8 этнических групп. Такой опыт взаимоотношений весьма важен и показателен, сказал в своем приветственном слове председатель кабинета министров Иван Моторин. В дни форума одновременно будут работать четыре тематические площадки. В воде и на суше соревновались минувшие выходные спортсмены в Чебоксарах. В столице республики прошли первенство и чемпионат России по акватлону и впервые всемирный городской тур по лазер-рану. О том, кто финишировал первым Ольга Пырочкина и Андрей Шоклев. Давай, Маша, прямо на чип, вот так вот. Первенство России по акватлону. Последние приготовления перед стартом юношей 15-17 лет. Спортсмены смазывают предплечья и щиколотки специальным средством, чтобы было легче снять гидрокостюм после заплыва перед беговой дистанцией. Отдельно время на это не отводится. Дистанция в открытой воде 500 метров. Сразу после заплыва 2,5 километра бега. Четверо лидеров, которые определились еще во время плавания, сохранили свои позиции и на суше. Первым финиширует Михаил Бастраков из Москвы. Валерий Романов занимается этим видом спорта. Шесть лет у финиша, а его ждет семья и друзья. Категория у нас на сегодняшний день идет 50-54. Возглавляю это как любители. Нас ветераны пока не надо записывать. Весил почти 100 килограммов. За сейчас 5,5 года я сбросил все 26 килограммов. Для любителей, или вернее всех желающих, в это же время на Чебоксарском заливе у минумента матери-покровительницы проходил всемирный городской тур по лазеррану. Участники по возрастным категориям соревновались в беге и стрельбе из лазерного пистолета. Статус всемирных эти соревнования получили потому, что под эгидой Международного союза современного Пятиборья подобные туры проходят в 180 городах мира. Международный союз Пятиборья учредил эту серию массовых турниров для того, чтобы популяризовать Пятиборья в мире и привлечь детей к занятию Пятиборья. И это, судя по всему, сработало. Участница забега для самых маленьких Валерия Игнатьева похвасталась нам сразу двумя медалями. И теперь собирается стать спортсменкой. Что понравилось больше всего тебе сегодня? Мне, наверное, понравилось больше всего получение медаль. Что ты пожелаешь городу, своему родному? Чтобы он был всегда веселее, добрее, позитивней. Чтобы к чему участвовали, приезжали люди. Медаль за участие к юбилею города получили все участники. Какой пришли, знаете, уже нет. Самый последний, но главный участник, как говорится. У нас принимает сегодня в забегах 273 зарегистрированных представителей в возрасте от 9 до 78 лет. С этих соревнований началась волна спортивных праздников к юбилею города. Впереди бои Кубка чемпионов, фестиваль водных видов спорта, парусная регата и многое другое. Подробная афиша на официальном портале столицы. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. В минувшие выходные чиновники Чувашии собрались в Канажском районе, чтобы выяснить, какая из команд органов власти самая спортивная. На стадионе «Урожай» прошел летний этап спартакиады. Представители всех министерств попробовали себя в роли велосипедистов, легкоатлетов и футболистов. Главная идея соревнований – показать на личном примере, что занятие спортом – это путь к успеху. Рифат Фаткулин далее. Такими чувашских чиновников больше нигде не увидишь. Бегут все, невзирая своей должности, звания регалии. Выкладываются, как настоящие спортсмены. Подсоревноваться в скорости и выносливости вышли муниципальные и госслужащие со всей республики. Позвольте мне в первую очередь поприветствовать вас всех от имени главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Вот мы, когда ехал сюда, разговаривали с ним, и он сказал, Юрий Егорович, передайте всем слова благодарности и признательности за активное участие всех служащих государственных, муниципальных, в спортивных мероприятиях, которые личным примером показывают, спорт – это не для галочки, спорт – это для жизни. В программу спартакиады вошли мини-футбол, баскетбол, перетягивание каната и дуатлон. По-другому – бег, совмещенный с велоспортом. Среди республиканских органов госвласти в мини-футболе первое место за представителями администрации главы Чувашии. В комбинированной стафете победили работники Министерства юстиции. Это констатация факта, и от этого никуда не деться. Но есть еще и эмоции. Заряд бодрости, сила духа, хорошее прекрасное настроение. Очень долго ждали этого момента с нашими коллегами. Здоровый теле, здоровый дух. От этого зависит наше настроение, качество жизни. В детстве занимался велоспортом профессионально. Кандидат мастера спорта по велоспорту периодически. Каждое утро будем говорить, что катаюсь. Мой вид спорта мне нравится. Примеры своим подчиненным подал глава администрации Цивильского района. Задача номер один – реализация у нас проекта по спорту и физической культуре. Это достижение показателей до 55% в 2024 году количества занимающихся физической культурой и спортом. Я уверен, что в Цивильском районе мы с этой задачей справимся на сегодняшний день. У нас более 40% систематически занимаются физической культурой и спортом. Цивильский район – спортивный район. Самая напряженная борьба развернулась среди команд органов местного самоуправления. Выиграть матч в мини-футболе для Урмарского района было делом чести. Но игроки превзошли сами себя. Чебоксарцы сопротивлялись как могли, но мячи так и летели в ворота. Итог – золото у Урмарского района. Победители всходили на пьедестал один за другим. Наград было немало, но главный из них – день, проведенный в движении. Рифат Фаткулин, Павел Редков, Республика. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова